МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семинар в Технопарке собрал специалистов затекавленных структур. А зараз об этом и иншим – больше подробязанным. Журботно и урочисто было сегодня на Аллее Героя в Гомеле. Тут прошел митинг и церемония ускладания кветок и вянков, а так само городский этап республиканского проекта в славу агульной перемоги. Ветераны разом с молодзю в специальную капсулу насыпали землю, собранную из местных воинских похоронений четырех районов Гомеля. Затым ее передадут в Минск. Там в наступный мае пройдет республиканская акция в славу агульной перемоги. Мероприемства с нагодой 76-й годовины вызволения Гомеля от фашистских захопников будут продолжаться весь день. Память вызволителей гомельчане ушануют подчас урочистых митингов, которые пройдут во всех районах областного центра. Радостными и одночасово журботными стали эти мероприемства для ветеранов. Такая у меня волнительная миссия. Я должна насыпать землю в эту общую капсулу, землю, взятую с братских захоронений, политою горячей кровью наших защитников Родины. Нагадаемый, Гомель стал первым областным центром Беларуси, вызволенным от фашистских захопников у вынеку гомельско-реческой операции войсков Беларуского фронта. Насельничество города на момент вызволения складало меньше за 15 тысяч жахаров. До войны тут проживало больше 140 тысяч человек. На передней бои по вызволению Гомеля узнавила военно-историчная реконструкция. Удельники выкористовывали уникальные узоры техники и узброения, автомобили, мотоциклы, гарматы. Светкой подзей стала наш корреспондент Вероника Гамзюкова. 76 годов тому войске Беларуского фронта провели гомельско-реческую операцию, вынеку якой бы вызволен Гомель. Под час операций советские войски сдолили прорвать оборону противника и створить погрозу по дневному флангу группы армий «Центр». До реконструкции этих подзей рыхтуются задолго. Удельники проходят строгий отбор, амуниция должна отвечать реальным вещам того времени. Потребна и теоретическая подрыхтовка. Реконструкторы выучают историю до дробязев, консультуются с опытными удельниками, обмеркивают стратегию на форумах. Есть у нас и командиры, и организаторы других клубов, которые следят за довольно-таки строгим соответствием, чтобы все было на 100%. Приходится понемножечку, где-то чуть-чуть собирать, на что-то обменяться с кем-то, что-то докупить. Но у нас очень много ребят, которые все делают своими руками. Я считаю, что этим могут заниматься только те люди, которые действительно любят историю, настоящие патриоты. И они преданы своему делу. Масштабная реконструкция вызволения Гомеля проходит что угодно протягу пяти годов. С каждым разом удельники спробуют приунести нечто новое, додать видовищности. Например, когда ранее у распоряджения реконструкторов был один миномет, теперь их некольки. Террот техничных новинок – так само модель танка Т-60. Подобные выкористовывались и в боях за вызволение города. Мероприятие самое крупное у нас на Гомельской области ежегодное мероприятие, которое проходит. Поэтому мы трое суток уже здесь находились в поле, уже и в палатках, и завозили технику. Ну, труд очень сильно, честно сказать, титанический, но результат он оправдывает все положения. Уражение у самих удельников и глядачов хопить надолго. Наглядные живые уроки истории застанется в памяти на фотосдымках и в видеоархиве. Мероприемства, присвеченные до 76-й годовины вызволения Гомеля, протягнутся. В программе митинги, урочистый сход и святочный концерт. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Личбовая трансформация реального сектора экономики. В Гомельском технопарке прошел семинар с отделом представников Министерства экономики и Совета информатизации. Он собрал специалистов промысловых предприемств, банковских установ, IT-компаний и ВНУ региона. Подробности встречи в материале Ганны Корольчук. Удзельники семинара в Гомельском технопарке обмерковывали необходимые кроки до личбовой трансформации экономики, яка интенсивно разгортывается во всем свете. Яна дозволяя компаниям оптимизовать бизнес-процессы и скорочать выдатки. В белорусских умовах наибольшь худко провести личбовизацию можно у голенах фармацевтики, нафтохимии и машинобудования. При этом разуме идет в основном об середних компаниях. У дробных – недостатковых ресурсов для оперативного и системного проведения процесса. У буйных – это больше складано. У каждой голене вызначать неколькие предприемства, где, используя международную техническую допомогу, внешние финансовые и интеллектуальные ресурсы, можно будет распроцовать оптимальную стратегию личбовой трансформации. Для успехового решения поставленной задачи в Украине есть три важные компоненты. Первая у нас – второй по численности после Германии – сектор оборабатывающей промышленности. Его вклад в ВВП, значит, примерно сопоставим с кладом ВВП сектор оборабатывающей промышленности в Германии. Это первое. Но то, что касаемо IT-индустрии, тут повторяться не будем. Все это у нас идет всеми минными шагами. А третья составляющая – это все-таки квалифицированный инженерно-технический и рабочий персонал. Перевахами личбовой трансформации разум со снижением выдатков можно назвать повышение якости продукции и гнуткости вытворчасти. Наприклад, для переналадки вытворчей линии на выпуск разных видов продукции у звычайных умовах потребуется тыдень. При личбовизации этот процесс скратится минимум у двоя. А кроме того, повысится эффективность вытворчасти. Однако полновартосный переход мая на УВАЗе серьезную трансформацию кадрового потенциалу. Как мы видим по банкам, если вы видели информацию, они параллельно сразу же обучили программу переучивания своих специалистов. То есть специалистов не требуется меньше. Просто потребности, требования к ним становятся другие. Поэтому все эти вещи надо запараллеливать, чтобы люди действительно не потерпели какого-то, так сказать, шока и удара от этого. До речи, в свете еще не иснуе универсальных показчиков у зровню личбовизации экономики. У той же час лидерами у гэтом напрямку признаны краины азиатского региона, где личбовизовано, например, на 15% предприемствов. На другом месте Америка, на третьем – Европа. Кабацанин ступень личбовизации конкретного предприемства в Беларуси створили специальную методику. И она будет уличивать такие параметры, как у зровен личбовизации сервисов работы с клиентурой, систем складского и банковского улеков, технологичных процессов кадровых, маркетинговых службов и личбового гандлю. Ганна Корольчук, Валерия Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Приняли эстафету. Учера завершился сусветный тыдень предприемства. А у ГДУ имя Франциска Скарыны сегодня стартовал у Ласны. Некольки дзен выкладчики, спикеры, эксперты будут знакомить студентов с тенденциями в предприемстве и особенностями ведения регионального бизнеса. Как стать предприемником, не обовязково вучиться на экономичном факультете альбо уже володать ответной квалификации. Можно быть биологом, математиком, мовознавцем. Головно иметь цикавую идею, цих хобби, которые можно коммерциализовать. У ГДУ тыдень предприемства проходит в третий раз и каждый раз после завершения сусветного. Таким чином, есть возможность проанализовать ключевые моменты, которые выучили подчас мероприемствам глобального масштаба. До речи, на селетних встречах, которые прошли на сусветной бизнес-арене, акцент рабили на проектах, связанных с эдукацией, инклюзией, экосистемой и политикой. Разом с тем, зараз великая увага надается развитию бизнес-идей и навета регионального уровня. На сегодняшнее мероприятие пригласили представителей этой организации, которые могли бы донести студенческой аудитории понимание того, насколько важно предпринимательство именно в развитии региона, и насколько они, представители каждого своего региона и небольшой территории Малой Родины, могут дальше развивать свои компетенции, свои идеи и реализовывать их, и улучшать уровень жизни проживающего населения. В Гомеле появился незвычайный автобус. Худка его можно будет увидеть на 17-м городском маршруте. Идея перетворить громадский транспорт в шарованную каску належит Маргарите Кравченко. Она учится на 4-м курсе политехнического университета имя Сухого и однажды занимается развитием незвычайных для города проектов. Один из них, автобус «Продказанев», увайшел улик лепших на республиканском конкурсе «Стоидей для Беларуси». Сенсу тем, что на каждом сядении и поручне автобуса з'явились наклейки, выконанные с элементами национальной символики. На их жартовные прадказания. Можно сустреть такие – магия, развитие, кахание, семья, дитя. Например, кто сядет на место с наклейкой «Кахание», может настроить себя на худкую сустречу со своей другой половинкой. Я участвовала в конкурсе «Стоидей для Беларуси». И у нас было такое задание придумать, значит, у нас был транспорт и был орнамент. И я это все соединила, и таким образом получился автобус «Продсказанем». В чем его уникальность, в чем его непредсказуемость? Во-первых, то, что это единственный автобус в городе Гомеля. Он украшен белорусскими орнаментами внутри и снаружи. У дорожного руха областного центра отбились изменения, у некоторых района Гомеля водителям треба звертать особливую увагу на знаки и разметку. По улице Кирова у Сталяваны новый светлофорный объект, а по улице Быховской на нерегулируемом пешеходном переходе отбылось звужение зебры. Гэтые меры помогут снизить худкость руху транспортных сродков и повысить беспеку пешеходов. Данные участки характеризуются высоким уровнем аварийности. На улице Быховской за последние три года зарегистрировано было три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили ранения различной степени тяжести. Второй нерегулируемый пешеходный переход, на нем также в текущем году было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездом на пешеходов. Также находится вблизи данного пешеходного перехода общежитие и детский сад. Поэтому в целях повышения безопасности детей и в целом пешеходов были произведены эти изменения. По информации областной ДАИ, завтра с 14.30 по улицах Прационной, Камунаров, Кирова, на участку от улицы Селянской до проспекта Ленина, рух транспорту будзи заборонены. Гэта связана с проведением урочистых мероприемствов, присвеченных 76-й годовине вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Рух адновить по их завершенне. Притягнуть увагу громадской седалесу детей-сирот и инвалидов, оказать им поддержку тяжкую хвилину и допомогти поверить во властные силы. Минавито такие меты ставят перед собой организаторы доброчинного концерта. Яны, упевненные, особистый приклад поспеху может изменить житё детяти. Благодарительная акция уже 13 лет. Со сколькими детьми мы познакомились, со сколькими мы общались, с скольким детским домам помогли. Благодаря тому, что есть мы, есть акция. Друзья, помните о том, что помогать это не больно, не страшно. И помогать это, наверное, уже и модно. Нужно. И самое главное, верьте в свою мечту и знайте, что мечты сбываются. На концертах проекта «Мая Мара и Шлях Даяе» за 11 годов яху проведение побывало больше 15 тысяч детей. Всё лето мероприемство наведали около 200 выхованцев детячих домов. Акция объехала шмады городов Беларуси, Украины, России и Китая. Свыше 20 тысяч детей отримали махчимость поразмовлять со знакомитыми артистами. Дети должны всё-таки расти в общении, в любви. Детям нужно прививать и воспитывать в детях веру в мечту, веру в себя, силы, в свои силы. И чтобы они, выходя в социум, были социальными. Чтобы они могли общаться, контактить с другими людьми. Потому что очень много случаев, когда их просто обманывают. И так родилась наша акция в 2006 году. Сродки, собранные от продажи билетов на концерт музыкальной группы «Тим Биг Фэмилі», будут перелечены на рахунки детячих домов в области. Дякуючи этому, установы смогут набить необходимую технику, оденья и концтовары. Рынька Гамзюкова, Марина Джала, Валерия Гапанько, телеродо-компания «Гомель». Эти и другие новинки вы можете найти на нашем сайте. В интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этот выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Поспешил и попал под колеса поезда. В Жлобине на железнодорожном переходе погиб местный житель. В субботу 54-летний мужчина переходил железнодорожные пути по пешеходному настилу в установленном для этого месте. По предварительной версии мужчина попытался пересечь железнодорожное полотно, но в какой-то момент споткнулся и упал прямо перед движущимся локомотивом. В результате наезда тепловоза был смертельно травмирован. На место происшествия в составе следственной оперативной группы выезжали сотрудники милиции, Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз. По факту происшествия проводится проверка, опрашиваются свидетели. По линии ГАИ выходные дни прошли достаточно спокойно, однако утро понедельника отмечено серьезным ДТП. Примерно в половине восьмого на автодороге Октябрьский Парич и Речица произошло столкновение автобуса Неоплан и грузового автомобиля МАЗ. 56-летний водитель на грузовом автомобиле ехал со стороны деревни Салтаново по полосе разгона для последующего перестроения в основную полосу проезжей части. Водитель автомобиля МАЗ при движении по автодороге Р-82 не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с автобусом под управлением 58-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия двое водителей и четыре пассажира автобуса доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи двух пассажиров отпустили домой. По данному факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными перед началом движения, перестроением, разворотом или поворотом. Остались живыми только благодаря тому, что им вовремя пришли на помощь. Два серьезных пожара зафиксированы в Гомеле и районе. Оба произошли в минувшую субботу. 23 ноября в службу спасения поступило сообщение о запахе дыма в подъезде многоэтажки по улице Богданово в областном центре. По прибытии спасателей к месту вызова было установлено, что горит квартира на седьмом этаже. В квартире проживает одинокий пенсионер, 1955 года рождения. При проведении разведки спасателями недалеко от входной двери был обнаружен хозяин дома в безсознательном состоянии и вынесен на свежий воздух. Передан медицинской службе пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС. И после проведения реанимационных мероприятий был доставлен в больницу скорой помощи. Мужчина госпитализирован. В результате пожара уничтожены имущества на площади 4 квадратных метров в помещении кухни, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожность при курении. В агрогородке Красное Гомельского района пожар произошел в доме, где проживала пенсионерка 1932 года рождения. ЧП случилось днем около 15.30. В это время две женщины, находясь на улице, увидели из-под кровли дома дым и сообщили о пожаре в МЧС. Затем через окно они заметили на кровати престарелую женщину и, не дожидаясь приезда спасателей, проникли внутрь дома. Хозяйку вывели на свежий воздух. Сейчас она находится в больнице. В результате пожара огнем в комнате повреждено 3 квадратных метра потолочного перекрытия. Основная версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печи. МЧС рекомендует не перекаливать печи, а проводить стопку по несколько раз в день. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Беларусь 4 Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельчанка стала чемпионкой Европы по современному пятиборью среди молодежи. Континентальное первенство проходило в польском городе Джонков. Белорусские девушки выиграли золото в командных соревнованиях. Победу ковали гомельчанка Виолетта Гуреева, минчанка Виктория Островская, могилевчанка Екатерина Этина. Последняя, кстати, отличилась и в личном зачете. Спортсменка выиграла бронзу. Брест чемпион, а Гомель в первой лиге. 29-й тур расставил практически все точки над и высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. Гомель на выезде обыграл городею. По итогам первого тайма зелено-белые выигрывали 3-0. Автогол Яксимовича, а также точные удары Глебко и Квашука. После перерыва забивали хозяева. Сорокин с игры, Архипов с пенальти. Сократили отставание в городе и в счете до минимума. На большая хозяйская атака не сподобилась. Победа немного скрасила грустный факт. Команда Александра Кульчия выше 15-го места не поднимется и покидает элитный дивизион. Чемпионом Беларуси за тур до финиша стала Брестская Динамо, прервав гегемонию Баты, длившуюся почти полтора десятка лет. Мозырская славя в 29-м туре со счетом 2-0 обыграла Исла, чьи замыкает десятку сильнейших. Пополнят вышку Белшина и Смолевичи, взявшие золото и серебро соответственно по итогам завершившегося чемпионата в первой лиге. В преддверии заключительного 30-го тура оставался открытым только один вопрос. Кто займет третье место и получит право побороться за путевку в элиту в стыковых поединках? Претендента было два – Брестский Рух и Гомельский Локомотив. Обе дружины набрали одинаковое количество очков. Сохранилось это равенство и после 30-го тура. Железнодорожники сыграли в ничью со Смолевичами. На Брещане разошлись с миром с Речицким спутником. В итоге по дополнительным показателям выше разместился Рух. Локомотив – четвертый. Речицкий спутник завершил чемпионат на шестом месте. Светлогорские ЦКК – на одиннадцатом. Разгром по Гомельске. В десятом туре чемпионата Беларуси по мини-футболу БЧ и ВРЗ одержали крупные победы. Вагоностроители на домашнем паркете были сильнее МФК «Минск» – 11-1. 12 забитых мячей увидели и зрители в Светлогорске во время матча ЦКК и БЧ. Железнодорожники записали в свой актив 9 взятий ворот. Светлогорская команда ответила тремя точными ударами. Оформив восьмую победу в чемпионате, БЧ возглавляет турнирную таблицу. ВРЗ восполагается на четвертой строке. ЦКК – на девятой. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова